Чемпион Алексей Якутина нужно не 10 раз на тренировке, а 1 раз в нужный момент. Что-то похожее. Главное в нужный момент показать лучший прокат. 11 всего спортсменов принимают участие в соревнованиях среди женщин. И на 10 позиции после короткой программы находится шведка Юша Хельгисон. Младшая из двух сестер Хельгисон, старшая Виктория, уже завершила свою спортивную карьеру. Ну а Юша продолжает кататься и делает это в общем целом с разной степенью успешности. Первое выступление в произвольной. Юша Хельгисон, Швеция. Ну вот Юша не стесняется уже в самом начале произвольной программы исполнять прыжок из трех прыжков подряд, начиная с тройного лута, прибавлять к нему еще двойной тулут и попытка двойного риска. А вот этот тройной флип, похоже, что он как раз был докручен без вопросов. Хороша, начинай свою программу. Каскад из тройного тулута и двойного. Каскад из тройного. Каскад из тройного. Каскад из тройного. Еще один тройный лутц, но как-то не слишком успешно. Он исполнен, вывалил спортсменку, и, естественно, оценки за это исполнение будут отрицательными от догадан. Но этот лутц уже во второй части программы, и, соответственно, за него полагается надбавка базовой стоимости в размере 10% от базы этого проекта. КОНЕЦ 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 В целом, мне кажется, вот этот прокат Юши Хельгисона в произвольной программе сейчас может позволить ей говорить о несомненном успехе выступления. Надо, конечно, дождаться окончательного вердикта технической бригады, который найдет либо не дойдет какие-то дополнительные огрехи в виде недокрутов и возможных неправильных ребер на зубцовых прыжках, таких как лутц или флип. Но в целом Юши, можно сказать, что вот этой произвольной программой, она, скажем так, оправдывает свой переход в межсезонье и переезд из Швеции в Торонто. Это фактически Юши пытается обрести новую жизнь в спорте благодаря работе с вот этим самым молодым человеком. Это один из самых топовых тренеров у одиночников в нынешнем сезоне, да и не только в нынешнем, в последние несколько лет канадец Брайан Орсок. То есть фактически этот этап является еще домашним и для Юши Хельгисона, не только для канадских спортсменов. Ну и мне кажется, в целом она, в отличие от произвольной программы, в отличие от короткой, с произвольной справилась значительно увереннее и успешнее. Да, было неплохое выступление. Честно говоря, мне показались многие прыжки, что были либо недокруты, либо вот смена ребра. Ну вот и судьи вот на этом первом каскаде уже нашли недокрут на луце. Я подозреваю, что могут они найти еще на каких-то других прыжках, либо недокрут, либо смена ребра. Ну да, мы видим, что появляется. Да, появляется. У меня были такие подозрения, я во время проката, я не стал это озвучивать. Ну вот посмотрим, что сейчас скажут судьи, как это отразится на оценке. Ну, в любом случае, Мьюше нужно отдать должное хотя бы за тот факт, что она старается все-таки что-то исправить в собственной карьере, пик которой в настоящий момент пришелся, разумеется, на чемпионат Европы в Стокгольме, где младшая сестер Кельгисон заняла четвертое место вслед за тремя российскими спортсменками. Вот на сольном луце еще и не только недокрут, там пониженное число оборотов вылезает, по мнению технической бригады. И, как следствие, этот прыжок будет оцениваться только как луц в два оборота, плюс к этому еще оценки будут, естественно, минусовые. Много-много появляется тех самых неприятных галочек, которые так нелюбимы фигуристами и, как следствие, сейчас оценка за технику исполнения неуклонно полдет. Федор, еще хочу задать вопрос. Как вам вот такая программа, где четко вырезаны два музыкальных сегмента, мне кажется, с разным настроением и даже с существенно отличающимся ритмом? Ну, главное, чтобы вот эти две части, которые могут быть, в принципе, программы могут из двух, из трех, даже больше частей состоять, но все они должны быть чем-то объединены. Ну да, я был отчасти прав по поводу прыжков в ёрши. От большой части, да? Многие, да, много недокрутов получилось и снизилась оценка. Так вот, продолжая эту тему, я считаю, что все эти части, главное, что они должны быть объединены какой-то идеей.